Всем привет! В эфире ПРО Новости с потоком свежей музыкальной информации. Сегодня знакомлю вас я, Катя Кондальна, и моя сплочённая команда информаторов ВУЗ-ТВ. Сегодня в выпуске. Пригожин против Билана. Страсти по поводу грядущего Евровидения разгораются. Украина наступает. Российский эфир пополнился дружественными исполнителями. Вокруг меха. Принты, короткие топики и даже юбки поверх брюк. В Милане проходит мужская неделя моды. Муз-ТВ не перестаёт подтверждать звание самого модного и актуального музыкального канала. Мы в курсе всего самого нового и оригинального. На сегодняшний день мы провозглашаем мейнстримом представителей дружественной нам Украины группу Горчица, Макса Барских и музыканта The Mannequin. Про новости предлагают познакомиться с передовиками музыкального производства поближе. Украинская команда Горчица всеми силами пытается откреститься от статуса звезды украинской эстрады. Объясняют это просто. Не хотят петь на украинском и лихо вилять бёдрами на сцене. Поэтому пишет группа песни на английском и снимает клипы вполне себе западного качества. Солисты Горчицы Алексей Лаптев, который отвечает за музыку, и Алоиз, обладательница шикарного вокала, с 2007 года выступали по клубам. Пока в один прекрасный момент их не пригласили поработать на разогреве у легендарных фейтлесс. Сразу после этого они и получили статус успешной электронной группы. Мы выступали несколько раз перед известными группами-исполнителями. Это были Аполло Фафотик и Макл Бразерс, и кто там ещё, Нелли Фуртадо. Марчиба Фейтлесс. Там Марчиба Фейтлесс. Как замечательно, как приятно. И я думаю, что нас зовут поиграть на разогреве, потому что мы можем достойно представить страну. Ещё один молодой исполнитель, предпочитающий родному украинскому английский, электронщик The Manicent. Молодой и талантливый Женя Филат.